Всем привет! В эфире Мослектория. Сегодня поговорим о языке. Где он хранится у нас в мозге? Как изучение иностранных языков способствует нашей здоровой старости? И что происходит в голове у переводчика? Сегодня у нас в гостях полиглот, преподаватель иностранных языков и публицист Яна Хлюстова. Яна, здравствуйте! Дмитрий, здравствуйте! Ну что, давайте разберёмся, какой раздел нашего мозга отвечает за членораздельную речь. Как у нас всё в голове происходит? Да, ну вопрос это довольно сложный, потому что у нас в мозге нет какой-то единой зоны, которая отвечает за речь. В XIX веке учёные обнаружили две области мозга, которые до сих пор считаются языковыми центрами. Они называются зона верники и зона брака. Зона верники отвечает за то, чтобы мы понимали и воспринимали ту речь, которую мы слышим, чтобы мы распознавали смысл слов. И люди, у которых есть нарушения в зоне верники, такое бывает, они теряют способность произносить осмысленные фразы. То есть они могут говорить, они строят предложения грамматически абсолютно правильно, но их речь не имеет смысла. И вторая зона – это зона брака. Ранее считалось, что она отвечает в основном за продуцирование речи, то есть за способность говорить, писать. Но сейчас уже известно, что она участвует тоже и в восприятии, и контролирует другие процессы. Вот, получается, у нас, наш языковой центр состоит как бы из двух главных частей. И они между собой соединены такой связкой, которая называется аркуатный пучок. Вот, но наука развивается, всё идёт вперёд, и сейчас учёные уже знают, что наш язык живёт не только в этих двух зонах, но в целом во всём мозге. Допустим, не так давно проводили исследование, в котором проверяли, как наш мозг воспринимает речь. Брали большой массив слов, делили их на 12 групп и зачитывали людям, испытуемым эти слова. И затем составили карту мозга, и разным цветом на ней подсвечивали зоны, которые реагировали, как бы включались в ответ на то или иное слово. И оказалось, что в восприятии речи участвует практически вся кора нашего мозга. То есть мозг воспринимает язык всей своей структурой, целиком, но при этом есть вот такие части, которые наиболее активно участвуют в продуцировании восприятия речи. А вот про последние исследования, которые вы сказали, получается, как разного типа словарики, то есть словарь специальных терминов в одной части лежит, там популярных, основных слов в другой, да? Практически, да. То есть там делились слова на 12 групп, там были прилагательные, были существительные названия объектов, например, стол, стул, были существительные абстракты, например, счастье, любовь, были глаголы движения, например. И да, на все эти слова мозг реагирует разными частями. А вы не знаете, если, например, у человека повреждалась определенная часть коры, вам просто эти слова забывало все и не понимало их значения, как это происходило? Ну вот насчет коры сложно, таких исследований нет, потому что там буквально миниатюрные группы нейронов. То есть если повреждения мозга есть, они затрагивают большую часть мозга, но вот не так точно. Людей всех, вот нас принято делить на математиков, гуманитариев, соответственно, склонных к наукам, к одним и другим. Мозг у нас разный или это такое формальное деление? Это очень формальное деление, на самом деле оно не совсем верно. То есть я сейчас могу рассказать с точки зрения человека, который разбирается в научной стороне, да, и с точки зрения человека, который сам себя считает в жизни гуманитарием. У нас есть такой миф, что у нас есть левая, ну, то есть это не миф, у нас есть левая и правая полушария. Это так. Да, и считается, что левая полушария больше развита у людей, склонных к математике, к точным наукам, они пунктуальны, собраны, такие все надежные. Вот. А второе полушарие больше склонно к творческой деятельности, и люди, у которых ведущие они, они такие вот творческие люди, могут там опаздывать, пишут стихи, рисуют, и вот им лучше даются языки. А этот миф на самом деле имеет под собой научные основания. В 20 веке жил ученый по имени Роберт Сперри, и он изучал, как полушария работают независимо друг от друга, то есть за что отвечает левая и за что отвечает правая. Вот. И они действительно не симметричны, они действительно специализируются на немножко разных вещах. И Роджер Сперри определил, что и математические способности, и языковые у нас как бы больше относятся к левому полушарию. Это то самое, в котором находятся зоны брака и верники. То есть и математика, язык, как будто бы абсолютно разные вещи. Верно, но на самом деле это по сути одно явление, одна вещь, тоже чуть позже об этом расскажу. Вот. И он получил чуть позже за это исследование Нобелевскую премию в компании с другими учеными. Но результаты вот этой работы, они ушли в народ, их пересказывали журналисты, их перепечатывали много раз, упрощали, пересказывали. И в итоге все свелось к тому, что есть гуманитарное и техническое полушария, и еще и к тому, что вот математика, язык живут в разных полушариях. На самом деле это не так, это все левое полушарие. Вот. И у нас действительно может быть одно ведущим, другое не ведущим, но это никак не влияет на вот прям предрасположенность человека к изучению языков и математики. То есть биологически этого разделения нет. Вот. Но по факту мы можем видеть, что кому-то лучше даются языки, кому-то математика. У этого могут быть биологические, генетические основания, но опять же это не приговор. И все мы можем и осваивать языки, и осваивать математику. Вот. Дело в другом. Дело в том, что часто человеку может просто неинтересно чем-то заниматься. Это не значит, что к этому нет способностей. А часто бывает так, что родители с детства говорят ребенку, ну ты у нас гуманитарий, поэтому пойдешь в гуманитарный класс. И он с этим настроем уже на математику много внимания не обращает, может быть, как-то не старается. И потихонечку-потихонечку формируется вот эта вот направленность человека. То, что мы сказали про языки и математику, по сути, любой язык это математическая система. И есть наука компьютерная лингвистика. Она занимается ровно тем, что берет язык и описывает его в форме математических терминов. Да, математическая система. Поэтому, по сути, изучение языков, изучение математики, это, ну, на глубинном уровне это одно и то же практически. А если аналогии проводить, то слова это что, цифры, а вот правила, их расстановки, знаки, сложения. Да, я бы сказала, что слова это минимальные единицы нашей речи, то есть как цифры действительно. А то, как мы их соединяем в предложения, там, меняем существительные, спрягаем глаголы, это математические действия. Есть люди, которые в этих математических действиях преуспели и знают много этих цифр, слов. Это полиглот. Вообще, кто такой полиглот? Есть ли какой-то точный, да, какой-то термин, точное описание этого человека? И сколько он языков должен знать, чтобы стать полиглотом? Вот точного описания, к сожалению, нет. Спешу вас разочаровать здесь. Полиглот – это человек, который владеет несколькими, многими языками. И эти границы определяют очень по-разному. Есть ученые, которые говорят, что полиглот – это человек, который говорит на трех-четырех иностранных языках. И то, что гиперполиглот – это тот, кто говорит на пяти-шести иностранных языках. Некоторые сдвигают границы и, например, начинают отсчет гиперполиглоты с 11-12 языков. То есть границы абсолютно размыты, и здесь, наверное, все зависит от того, насколько вы уверены в себе, чтобы говорить, что вы полиглот. Да, а что значит «говорить на языках»? Потому что сказать «здравствуйте, меня зовут» так-то представится, и это уже говорит человек на языке или нет? Безусловно, тоже еще одно очень размытое определение. Я вообще в целом избегаю выражения «выучить язык» или «знать язык». Потому что я обычно говорю и студентам своим, и окружающим, что язык – это не стихотворение, его нельзя выучить от и до. И мы с вами, носители русского языка, мы все равно делаем ошибки. Не знаем, куда ставится ударение, не умеем спрягать числительные, длинные и так далее. То есть это нормально, мы всегда делаем ошибки. Я всегда говорю, что я владею несколькими языками на разных уровнях. И вот полиглоты делают то же самое. То есть какие-то языки могут быть свободными, какие-то там на начальном уровне. Что значит говорить на языке? Опять же, у нас есть формальная шкала уровней владения языком А1, А2, Б1, Б2. Какие-то тесты, да? Банальные тесты. И для каждого уровня есть формальное описание, что человек должен уметь на этом уровне. Какую лексику он должен знать, какую грамматику. И это меняется от языка к языку. Соответственно, для меня говорить на языке это примерно уровень Б1. То есть когда мы можем пообщаться с носителем, решить наши бытовые вопросы, мы выживем в стране этого языка, но мы не можем свободно говорить на сложные темы, обсуждать политику, экологию, что-нибудь такое. Это нормально. А есть какой-то чемпион мира по полиглотству? Вы сказали, что кто-то говорит, что это 4, 5, 6 языков, а 40, 50, 60, вообще сколько их в целом-то? Да, такие люди есть, которые говорят действительно вот на 40-50, как вы сказали. Есть даже такое мероприятие, я вот не помню точно название, но суть в том, что есть Всемирная конференция полиглотов, то есть такой форум, куда съезжаются полиглоты, обмениваются опытом, практикуют языки. И да, туда приезжают люди, у которых в запасе там 2-3 языка, они только встают на этот путь. И есть, которые говорят на 50-60 языках, да. Раз мы говорим про полиглотов и вас сегодня так представили, то логично спросить, сколько языков знаете вы? И я так понимаю, что, ну, опять же, знаете как? Да. Я в той или иной степени говорю на 6 языках. Английский, французский, испанский у меня свободные. Немецкий на таком очень базовом уровне. Китайский язык я профессионально изучала в университете, но с того времени я его не практиковала серьезно. Вот, поэтому сейчас я могу на нем немножко говорить, немножко понимать, немножко читать, писать от руки иероглифа уже не могу, навык утрачен. И сейчас я активно изучаю карельский язык, не корейский, карельский, родственный финскому языку. Я изучаю его чуть больше полутора лет, но это очень сложный язык, совсем не похожий на те, которыми я владею. Поэтому прогресс очень медленный, это очень сложно, но мне нравится. Не хочу показаться грубым карельскому языку, но это же, скажем так, не особо популярный язык. Вообще не популярный, это вымирающий язык, более того. Очень узкий, вымирающий носитель его скоро, возможно, уже не останется. А почему именно карельский? Да, ну сейчас на нем... Ведь китайский надо восстанавливать, судя по тому, что происходит, и насколько-то большая страна. Да, 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 китайский восстановить, мне кажется, у меня получится довольно быстро, если я решу это сделать, но пока сил на это нет. Карельский сейчас, у него от 30 до 40 тысяч носителей, по разным подсчетам, они живут на территории России и Финляндии. Почему я решила его изучать? Во-первых, мне хотелось добавить к своим языкам еще какой-то язык из другой языковой группы, то есть не похожий на те, которыми я владею. Это была одна из причин. Вторая причина, то, что у меня карело-вепские корни. Мои родственники, родители, бабушки не говорят на этом языке, но, возможно, кто-то говорил из моих дальних родственников. Вот, поэтому я решила им заняться. Мне даже интересно, как найти преподавателя по карельскому языку в Москве? Я занимаюсь преподавателем, которая живет в деревне под Петрозаводском в Карелии. Вот, на самом деле, действительно, очень специализированы это все вещи. И обычно карельский преподают в Карелии и в Санкт-Петербурге. Вот там центры наиболее развиты. Насколько человеку, который изучил один язык, ну, изучил, да, мы не будем говорить, изучает один язык, потом присоединяет к нему второй, третий, скажем, языком становится легче? Или это заблуждение? Это не заблуждение. Это работает, особенно если вы изучаете языки одной языковой группы. Допустим, моим первым романским языком был французский, и спустя несколько лет я начала изучать испанский. Они очень похожи, и поэтому испанский пошел гораздо быстрее и гораздо продуктивнее. Вот. Если вы берете языки из разных языковых групп, непохожие, английский, китайский, французский, карельский, здесь, конечно, вот такой четкой связи между ними нет, и прямой помощи от того, что вы знаете другой язык, не будет. Но тут начинает работать другой момент. Если вы уже изучаете или изучали два, три или больше языков, вы уже знаете, как работает процесс, вы знаете, как учиться, какие упражнения наиболее для вас эффективны, вы понимаете свои особенности. Вот. И вот это тоже как-то облегчает процесс. Если говорить про то, насколько мы, разные люди, способны одинаково ли к изучению языков, например, мужчины и женщины, так всегда интересно, дети и взрослые, вот, если на эту тему порассуждать. Да, между мужчинами и женщинами разницы нет, насколько мне известно, а есть разница между детьми и взрослыми, да, она очень большая. А почему? Потому что любое обучение происходит за счет того, что наш мозг обладает нейропластичностью. Это его способность меняться в ответ на освоение нового опыта. То есть, когда мы учимся делать что-то новое, неважно что, в мозге образуются новые нейронные связи. И когда мы учим язык, происходит ровно то же самое. А раньше ученые думали, что быстро меняется только мозг детей, маленьких, потому что для них практически весь опыт это новый, они каждый день что-то новое осваивают, а мозг взрослых как бы не меняется. Но это утверждение тоже опровергли, тоже не так давно, лет 40 назад. И теперь известно, что наш мозг меняется вплоть до старости, до очень преклонных лет, то есть на протяжении всей жизни. Разница в том, что мозг детей меняется гораздо быстрее, чем мозг взрослого. И процессы на нейронном уровне происходят у нас в голове одни и те же, и у детей, и у взрослых. Просто у детей в разы быстрее. Скажите, есть ли какая-то генетическая у ребенка предрасположенность к тому или иному языку, условно говоря, русского мальчика, который родился, поместить в китайскую семью, он так же быстро выучит китайский, как и сам китайец? Если до этого он вообще ничего не говорил, ну, от самого рождения взять и поместить. Да, это никак не влияет, можно взять любого человека, поместить его в среду любого языка, и он освоит этот язык так же, как носители, и более того, он освоит любое количество языков так же, как носители. То есть, если мы возьмем маленького ребенка, родители будут говорить с ним на одном языке, в стране, где они живут, говорят на втором, бабушка с дедушкой говорят на третьем, еще кто-нибудь на четвертом, он заговорит на всех четырех. То есть, какого-то гена языка, условно, у нас нет. Если мы с вами пойдем в интернет и наберем запрос ген языка, интернет нам предложит ответ. Он скажет, что ген языка это ген под названием FoxP2, но почему не стоит ему верить? Ген FoxP2 существует, его тоже открыли не так давно, и открыли его каким образом? Была семья, ну, есть, я думаю, до сих пор, члены которой, многие из членов которых страдали от расстройства речи. То есть, явно у них было какое-то семейное генетическое заболевание, которое влияло на их способность говорить. Их стали изучать, и обнаружили, что у них у всех нарушен ген FoxP2, и вот так, с легкой подачей журналистов, он стал называться геном языка. Но сейчас уже известно, что этот ген отвечает именно за способность говорить, причем за физическую, то есть за контроль мышц нашего, рта, языка, неба, горла, то есть физическая способность произносить звуки. Ну и помимо этого, он делает много других вещей. То есть геном языка называть его нельзя, это слишком такое категоричное утверждение. Он участвует в продуцировании языка. И более того, он есть не только у нас, он есть у животных, у птиц, у приматов, поэтому это такая довольно общая наша черта. Но генетическая предрасположенность к изучению языка может быть, она не связана с конкретным геном, потому что гены – это очень широко специализированные такие штуки, и один ген отвечает за много разных вещей. Допустим, есть люди, которые родились с хорошим музыкальным слухом, им повезло. И за это отвечает определенный ген. Но музыкальный слух – это не только способность петь или играть на фортепиано, это еще и способность в целом хорошо слышать, различать звуки, а если мы их различаем, мы можем их воспроизводить. И если нам достался такой вариант гена, значит, мы будем с легкостью осваивать произношение иностранных языков. То есть нам не придется часами перед зеркалом отрабатывать артикуляцию, да, вот это все. Вот, здесь вот все будет в порядке. Есть ген, который отвечает за решение комбинаторных задач. Комбинаторика – это раздел математики вообще. Ну, как мы уже знаем, языки и математика связаны. И вот если у человека вот этот ген такой, хороший его вариант, ему будут легче даваться языки, в которых, например, много падежей, такие как русский, немецкий, карельский. Мне этот ген не достался, я это по опыту поняла. Вот, поэтому с произношением у меня проблем нет, кстати говоря, да, вот у меня слух неплохой. А вот с падежами, с вот такими строгими грамматическими конструкциями у меня проблемы есть. Ну, а память, она же тоже генетически как-то, наверное, связана с генами, да, и запоминание слов тоже память просто. Да, да, это тоже часть памяти обусловлено генетически, часть – это наша работа над ней и наше развитие. И опять же, да, если человек вытянул счастливый билет и собрал всю комбинацию вот этих генов хороших, это вот тот человек, которого мы называем талантливым, да, которому все очень легко дается, он посмотрел на фразу, запомнил ее, использует реча. Но если этих генов нет, это тоже не приговор, и мы можем достичь таких же результатов, как люди талантливые, генетически одаренные, просто нам придется на это потратить гораздо больше времени и сил. Все ли языки даются одинаково нам, обычным смертным, вам полиглотам, да, ну, если не говорить про то, что вы изучаете похожие языки, вот такой же группой, если с нуля какой-то первый язык открывать, любой одинаково пойдет? А, нет, здесь мы затрагиваем вопрос с вами о сложности языков, часто спрашивают, или говорят, вот китайский самый сложный язык, да, или там русский очень сложный язык. Сложный для кого вопрос? Вот, сложный для кого, правильно. Сложность языка определяется дистанцией между этим языком и нашим с вами родным языком, или теми, на которых мы говорим. То есть, допустим, если мы с вами начнем изучать польский, нам он дастся очень легко, быстро и просто. Если китайский, ну, придется поработать. И это работает абсолютно для всех людей. То есть, французу будет проще изучать испанский, чем русский, сербу, наоборот, русский, чем испанский. То есть, здесь все зависит от исходных данных. У языков у всех разная письменность. Если где-то есть алфавит, да, как, например, в русском, английском, то, например, китайский, ну, поправьте меня, там же какой-то тысяча иероглифов. Как с этим разбираться? Это, наверное, усложняет понимание языка. Безусловно, это усложняет и понимание, и процесс изучения, потому что, да, как вы верно заметили, в китайском мы не можем выучить алфавит из 33 букв, например, и писать все, что мы захотим. В китайском приходится учить каждый иероглиф отдельно, то есть, каждое слово вы запоминаете отдельно, картинкой. Иероглифы состоят из частей, они называются графемы. Этих частей ограниченное количество. То есть, их нельзя назвать аналогом букв, потому что у них нет какого-то произношения или чтения, или что-то такое. Это элементы иероглифов. И каждый иероглиф, каждая картинка состоит из этих элементов. Но то, что вы делаете в процессе изучения, по сути, да, вы запоминаете каждое слово как отдельную картинку. Есть какие-то сегодня фишки, нововведения о том, как проще изучать язык? Ну, когда я в школе учился, не было там сериалов на английском, условно говоря, либо на другом. Сейчас они появились. Кто-то говорит, надо музыку слушать, наверное, на странном языке. И я знаю, многие выучили язык так, язык так, и научились как раз-таки правильно произносить, потому что слушали носители языка. Что вот сегодня говорит наука об изучении языков, как проще, как интереснее, как современнее это сделать? Ну, здесь очень многое зависит от вас лично, от человека, который язык изучает. Потому что есть люди, которым проще воспринимать аудиоинформацию, есть визуалы, те, которым проще работать с написанным текстом. И обучение, по идее, должно подстраиваться под вот эти особенности студенту, особенности ученика. Допустим, я слушаю аудио, тексты, потому что это нужно, чтобы развивать навыки аудирования. Но мне сложнее работать с аудиоинформацией, чем с текстом. То есть была бы моя воля, я бы только с письменным текстом работала. Вот, поэтому здесь, да, нужно смотреть на ваши склонности. А если говорить в целом об инструментах, сейчас есть огромное количество приложений разных. У тебя приложение, они помогают, когда оно просто каждый день какие-то слова подкидывает? Вот это, о котором вы говорите, нет. А как оно должно быть устроено, чтобы оно работало? Без названия приложения, просто какой-то принцип должен быть? Да, ну, вот, насколько, вот, мой вот показывает, что идеального приложения все-таки пока никто не придумал, может быть, нас это ждет в скором будущем, но пока нет. Для того, чтобы освоить язык, вам нужно отрабатывать все навыки. Это и восприятие информации, то есть узнавание слов, чтение, понимание речи на слух, и продуцирование информации, то есть письмо и говорение. И вот даже после школы, после университета мы часто оказываемся в ситуации, когда мы, ну, читаем текст, понимаем, слышим носителя, более-менее понимаем. Но сказать, как собака в ответ, ничего не может. Да, я понимаю, но сказать не могу. И это как раз означает то, что есть очень большой разрыв между восприятием и продуцированием. И чтобы, как я обычно говорю, чтобы говорить, надо говорить. То есть чтобы выйти из этого вот круга, когда вам стыдно, вы стесняетесь, вы просто не можете что-то сказать, нужно начинать говорить прямо с самых первых уроков изучения языка. Когда вы знаете еще три слова, ноль грамматики, и вы все равно уже должны пытаться из этих трех слов строить пусть неправильные, но фразы. Но какой-то есть психологический даже барьер перед тем, чтобы начать говорить. Не знаю, как его убрать, как будто бы проще. Да, он есть, и в основном языковой барьер связан как раз таки с психологией. То есть бывает, что человек не может говорить просто потому, что он не знает лексику на эту тему. Но это отдельные случаи. Обычно, да, это психология. И здесь люди часто, особенно взрослые люди, стесняются говорить, потому что они стесняются акцента. Им кажется, что вот у них какой-то грубый акцент, все сразу поймут, что вы иностранец, и будут над вами смеяться. Кто-то боится сделать ошибку и думает, что вот я ошибусь, все будут думать, что я неграмотно, неплохо учил язык. Вот. И есть еще такой момент, что, опять же, взрослый образованный человек привык изъясняться на родном языке сложными красивыми фразами, обсуждать серьезные вещи. А где причастные обороты, да? Да, да, да. А когда он начинает язык, где причастных оборотов нет. Есть очень простые, примитивные конструкции. И вот преподаватель его спрашивает. Вот. Вы посмотрели фильм, который получил Оскар. Давайте его обсудим. И он на родном языке может просто проанализировать этот фильм со всех сторон. А на иностранном может сказать, фильм интересный, а главный герой плохой. Да? И ему стыдно это говорить подсознательно. Ну, потому что, что это такое за примитивизм? И это психологические барьеры, да. А убрать их помогает работа с поддерживающим преподавателем. Иногда, когда барьеры очень сильные, работа с психологом, действительно. Вот. Ну, и понимание, что на самом деле, если вы говорите на иностранном языке, хоть как-то, вы уже огромный молодец. И на ваши ошибки, и на ваше произношение всем всё равно. Я вначале сказал о том, что изучение иностранного языка сейчас в молодости, да, может помочь как-то нашей здоровой старости. Вот. Какая взаимосвязь здесь? Да, взаимосвязь здесь очень прямая, прям суперпрямая. Как я уже сказала, мозг физически меняется в ответ на новый опыт. И он строит новые нейронные связи. И он образует, по сути, он увеличивает свой объём, увеличивает массу. И ускоряется быстродействие мозга, улучшается взаимодействие между разными его частями. И это, по сути, то же самое, как мы ходим в спортзал и тренируем мышцы. Мышцы растут, мы становимся сильнее. Точно так же наш мозг становится сильнее. И есть очень много исследований, которые подтверждают, что у людей, которые говорят больше, чем на одном языке, мозг более развит, он позже начинает стареть, он позже начинает деградировать. Они лучше защищены от таких болезней, как, например, болезнь Эльцгеймера. И эти люди быстрее восстанавливаются после инсультов, например. То есть мозг, правда, становится сильнее. Ну, вот это для меня один из, скажем так, наверное, действенных стимулов для изучения языка. Потому что, мне кажется, дилетантское, возможно, мнение, что скоро наушник в ухе нам будет всё переводить, если мне нужно пообщаться с кем-то по-деловому, с иностранцем. А язык нужен будет для того, чтобы, ну как, развить мозг, и он не заплесневел. На самом деле, вы не один так думаете, и я частично с этим согласна. Более того, наушники, о которых вы говорите, уже есть. Они продаются, их можно спокойно купить. Они переводят в режим реального времени. То есть вы вставляете в ухо наушник, у вас есть приложение, и ваш собеседник, вашу речь может видеть перевод на экране приложения, ну или вставить в себе в ухо второй наушник из пары. Это работает. Но пока что у таких технологий есть ограничения, во-первых, по времени работы этих наушников, то есть они просто разряжаются в какой-то момент. Дальше им требуется подключение к интернету. Без интернета они переводят очень ограниченное количество языковых пар. Вот. Ну и это инструмент хороший, если мы поехали как турист в какую-то страну, какой-то быстрый диалог нужно, да, провести, или вот как вы говорите, обсудить какой-то вопрос там с бизнес-партнёром, это может работать. Но при этом, вот когда я писала свою книжку про нейробиологию изучения языков, я общалась с переводчиками и с разработчиками систем машинного перевода, и они все сходятся в одном, что да, вот эти инструменты будут развиваться, машинный перевод текстов будет развиваться, но всё равно в обозримом будущем мы не придём к тому, что машины заменят переводчиков художественной литературы, каких-то сложных, серьёзных текстов, и переводчиков-синхронистов, которые работают на, скажем так, более важных мероприятиях, например, на государственных переговорах, на военных переговорах, на важных дипломатических встречах, на встречах серьёзного бизнеса, потому что переводчик-синхронист, он не просто переводит с одного языка на другой, он ещё помогает коммуникации между людьми разных культур, то есть, допустим, для японца будет очень важно, куда вы его посадите, кто первый подаст руку при встрече, как подать визитку, да, при знакомстве, компьютер за вас всё это не сделает и не подскажет, а переводчики делают в том числе и вот это тоже. А вы, кстати, синхронно переводите? Я сейчас нет, но у меня есть такой опыт, да, я переводила в университете синхронно с китайского языка, но это было в рамках учёбы, и я переводила синхронно на французский язык на востоковедческих конференциях. Как работает в этот момент мозг вот у переводчика? Что там происходит? Как ищутся слова или это не слова, ищутся отдельно? Тем более, когда ты переводишь, есть разница переводить, например, с русского на иностранный язык, либо с иностранного на другой иностранный? Смотрите, обычно переводчики-синхронисты работают по-любому в паре со своим родным языком, то есть они переводят либо с него, либо на него. Я не уверена, что я лично знаю людей, которые работали в паре двух иностранных. Вот, не уверена, что такое есть. Но вообще, конечно, в мозге синхрониста происходит огромное количество разных вещей, когда он переводит. Там происходят три процесса. Во-первых, ему нужно понимать, воспринимать то, что он слышит от спикера. Ему нужно удерживать в памяти то, что спикер сказал уже, и ему нужно выдавать эту информацию на другом языке. То есть одновременно три операции, по сути. Но с точки зрения нашего мозга это не одновременные процессы, а это процессы, которые очень быстро переключаются друг между другом. То есть мозг как бы скачет с одного на другой, на третий постоянно. И да, это бешеная работа. На самом деле профессия синхрониста, она, по-моему, внесена даже в список особо опасных для здоровья, потому что это огромная нагрузка и психическая, и умственная. И синхронисты работают в парах. Смена одного человека не должна превышать 25 минут, потом они меняются, чтобы мозг успел отдохнуть. Ну и, конечно, чем дольше человек переводит, тем больше становится количество ошибок, тем больше информации он выпускает, пропускает. Это тоже нормальная, это реальная работа. Но опять же, если вернуться к мозгу, тоже ученые исследуют давно очень этот вопрос, потому что это очень интересное явление, синхронный перевод. И оказалось, что когда человек только учится синхронно переводить, у него области мозга ответственные за речь, работают прям активно, потому что это огромная нагрузка. Но когда у него появляется уже больше опыта и он становится профессионалом, эта активность, наоборот, снижается. И всю основную работу берут на себя другие части мозга, ответственные вообще не за речь, а за очень широкую сферу нашей деятельности, например, за движение, за планирование действий, то есть такие разнорабочие. Это связано с тем, что синхронный перевод это, по сути, такой же физический навык, как, не знаю, вождение машины, как вязание. И когда человек к этому привыкает, он, по сути, начинает переводить, синхронить на автомате. И часто, вот я тоже общалась с синхронистами профессиональными, они рассказывают, что бывает такое, что долго переводишь, а потом как бы просыпаешься, что ли. И человек понимает, что последние 10 минут он переводил в каком-то полусне вообще на автомате, вообще не помнит, о чём там была речь, но он переводил успешно. Иногда синхронисты могут случайно начать переводить не на тот язык, если они очень устали, тоже не осознавая этого, не понимая этого. Некоторые профессионалы, когда они переводят, могут одновременно вязать или решать кроссворды параллельно. То есть это такой интересный очень навык. То есть это на автомате, я так думаю, воспринимаешь головой, а выдаёшь уже текст, переведённый, как будто бы на автомате, потому что невозможно контролировать себя. А вот есть люди билингва, они смогли бы также быть отличным синхронным переводчиком, или это всё-таки надо различать профессионала в языках и человека, который просто хорошо и, может быть, даже на уровне носителя их знает. Да, это абсолютно разные навыки. И если мы говорим, что билингв – это человек, который с детства владеет свободно двумя языками, у него как бы два родных языка, то это не значит вообще, что он сможет хорошо переводить, потому что навык синхронного перевода – это такой же навык, как вождение машины. Этому нужно отдельно учиться. Допустим, вот у всех, наверное, было такое, раньше по городской линии звонишь, например, на международный звонок, и звонок идёт с такой задержкой небольшой, вы слышите эхо своего голоса. Это сбивает очень сильно. Вот я, например, когда не умела сейчас синхронить, я ждала, пока это эхо пройдёт, и потом начинала говорить. Ну, то есть, паузы мы большие делаем. Один из навыков синхрониста – это не слышать собственную речь, то есть, игнорировать собственную речь. Это очень сложно. Ну, и там есть много других умений, которыми он должен владеть, так что, да, это неравнозначные вещи. И, кстати, интересный факт из истории. Синхронный перевод, как отдельная работа, он появился вообще не так давно. Впервые профессиональные синхронисты работали на Нюрнбергском процессе. И вот тогда вообще не было профессии переводчик-синхронист. И тогда только появилось оборудование для синхрона. И только возникла идея, что вот, возможно, это вот тот случай, когда пришло время испробовать такой вид перевода. И людей набирали, как раз, как вы говорите, из билингов. Просто искали людей, которые владеют двумя языками, как-то их тестировали и приглашали на работу в зал суда. И было много ситуаций, да, когда они не справлялись. То есть, они не справлялись психологически, потому что тема очень сложная для перевода. И просто им не хватало навыков. Некоторые вели себя, скажем так, очень предвзято по отношению к подсудимым. То есть, что-то отказывались переводить, что-то могли даже как-то исказить. То есть, были с этим проблемы. А у нас тогда, если это настолько сложная профессия, хватает в стране, не знаю, в Москве таких переводчиков? Или это какая-то очень востребованная профессия, людей готовы везти откуда угодно, лишь бы они работали? Нет, насколько мне известно, в целом нехватки нет. Синхронистов довольно много. Это мы учат во всех переводческих вузах, где есть специальность перевода. Это мы обычно учат. А проблема может возникнуть, если вам требуется какой-то редкий язык, то есть, редкая языковая пара. Здесь, да, можно поискать. Бывает, например, я слышала, что не так давно в Москве не хватало переводчиков с португальского или на португальский. То есть, там прям очередь к ним стояла. Но обычно, если такое происходит, просто ищут какой-то другой язык, посредник, английский, например, чтобы обе стороны знали английский. Но если совсем ситуация сложная и вот нужна, ну тогда везут, конечно. А нет такого, что посадить в ряд могут несколько переводчиков, чтобы достичь португальского, переводят с русского на английский, с английского на португальский и так далее. Такой сломанный телефон, да, получается. Насколько мне известно, нет, так не делают, потому что это, во-первых, сильно удлиняет процесс коммуникации, вам нужно на три языка перевести все это. А во-вторых, это неизбежно увеличивает количество ошибок в переводе, каких-то неточностей. Такой метод применяют при разработке текстового машинного перевода, когда нейросети, вот переводчики нам делают текст. И да, когда нужен редкий язык и не хватает массива текста на паре языков, тогда берут язык-посредник, но качество получается соответствующее. Я бы что-то вспомнил, что на телевидении, даже у нас, да, вечерние новости, есть сурдоперевод. Вот, по сути, это же то же самое, да, то есть человек переводит один язык на другой, тоже синхронно. Да, и, кстати, вот люди, которые владеют жестовым языком, изучение жестового языка также развивает мозг, как изучение обычного языка. Там еще, мне кажется, больше чисто манипуляции. Там изомоторики еще, да, и, по сути, когда человек, ну, условно, говорит на жестовом языке, да, или воспринимает жестовый язык, у него в мозге активируются обычные языковые зоны. Ну, то есть, если ему подключить какой-то аппарат, да, как будто бы он говорит. Да, интересно. А вот если, например, синхронные переводчики, да, или просто последовательный переводчик, он понимает, что, да, я знаю язык, но меня зовут на конференцию, не знаю, нефтяников. То есть, он, вы способны за какое-то короткое время поднабрать, не знаю, терминов именно словаря из этой сферы, или нет, как это происходит? Ну, обычно, да, ну, перед любым мероприятием переводчику, синхронисту должны присылать, во-первых, тематику мероприятия, и он уже на основе своего опыта, на основе опыта коллег к нему готовится, ищет лексику, изучает её. А если мы говорим о какой-то конференции, где люди будут с подготовленными докладами или, ну, с какими-то речами, если есть полный текст, обычно высылают текст, чтобы человек ознакомился, или хотя бы черновики, или аннотации, чтобы он понимал вообще, о чём пойдёт речь. Да, подготовка довольно серьёзная. Но, вот опять же, как я сказала, синхронисты работают в парах обычно, и когда один переводит, второй не то, чтобы отдыхал в это время. Если переводящий понимает, что он не знает какой-то термин или какой-то факт, вот у напарника есть 2-3 секунды, чтобы этот факт поискать в интернете и дать напарнику подсказку. То есть, это вот время исчисляется на секунды, вот полторы, две, три секунды. Ещё есть такая фраза, говорит, вот ты на каком языке мыслишь, да, когда люди долго живут где-то за границей. Что значит мыслят на языке? И, например, вот дети билингва, они мыслят на каком, что вообще такое мыслить на языке? Это очень сложный вопрос. На него написана не одна книга, вот, и не могут сойтись в одном мнении, что вообще такое. Есть ли вообще такое понятие мыслить на языке? Допустим, Ноам Хомский, лингвист очень известный, нам говорит, что вообще мы не мыслим на языке, мы мыслим то ли мыслеформами, то ли словоформами. Это какой-то термин, который мы означает в принципе мыслительный процесс, и что вот есть какая-то вот эта словоформа, мыслеформа, и потом мы её переводим в какой-то язык, когда уже говорим. Вот, то есть это очень сложный вопрос. Но вообще я слышала, вот тоже, полиглоты делятся лайфхаками, как проверить, какой язык у тебя по-прежнему ведущий, это посчитать на этом языке, но не в смысле один, два, три, четыре, а вот мысленно прорешать пример, например, девятнадцать минус пять. На каком языке вы думаете, когда произносите про себя вот эти цифры? Вот этот язык и будет ваш ведущим. Четыре подумал. А бывает такое, да, вот вы про ведущий язык, что у людей он меняется и переключается в какое-то время жизни? Да, конечно. Навсегда, то есть? Ну, как навсегда. Ну, то есть он этот пример решал, там, не знаю, 30 лет своей жизни на русском, потом я переехал в другую страну и словно стал на английском его через какое-то время решать? Да, такое может быть. Люди могут забывать языки, в том числе свой родной язык, такое происходит. Это вот как раз те люди, да, иммигранты, которые очень давно уехали, допустим, из России и потом изъясняются на какой-то смеси русского и английского, забывают русские слова. Тут вот анекдотичные ролики из интернета, когда какие-то женщины что-то продающие, оно мемо, да, где они вставляют иностранные слова без явной необходимости. Да, но вот это на самом деле имеет под собой биологическое основание, мы правда забываем язык. Да, по сути, если мы не обращаемся постоянно к лексике на этом языке, то наш мозг, по сути, как бы теряет к нему нейрологический доступ. То есть дорожки между нейронами, которые вот туда были направлены, они разрушаются постепенно, и ему быстрее мозгу взять слово с полочки английского или с полочки испанского языка. Это нормальный процесс, его можно обратить вспять, если снова начать практиковать свой родной язык, но да, это происходит. А как вот у вас, у человека, знающего несколько языков, происходит обращение к словам, к правильным формам, к временам, падежам, вы как-то загружаете себе в мозг вот этот вот, во-первых, как игру мы загружаем на компьютер, и можем играть в него, потом надо выйти и переключиться на другую. Или, например, я говорю там слово «стул», и вы сразу по-французски так, по-английски так, по-немецки так, как тут происходит процесс. Я совсем немного знаю английский, у меня всего лишь один вариант стула, а у вас же их много. Да, но по сути, смотрите, нам одновременно все наши языки никогда не нужны, мы в момент времени говорим только на одном, правильно? Ну да. Вот, обычно. Вот, и... И, по сути, когда нам нужно переключиться на язык, с точки зрения мозга, это не то, что мы включаем какой-то язык, это наоборот. У нас с точки зрения мозга активны всегда все языки, и когда мы говорим сейчас с вами на русском, мозг просто выключает ненужное. То есть это процесс затормаживания, а не активации. Вот, и, например, есть такая... Ну, это не проблема, это явление, переключение кодов. Мы можем видеть это также у детей-билингвов. Вот, маленькие дети, да, когда у них там родители разноязычные, и они в одной фразе мешают слова из разных языков. И еще могут люди говорить, он не понимает разницы между языками, у него все смешалось, все с ним нормально, ничего у него не смешалось. Так происходит потому, что мозг одинаково хорошо владеет двумя языками, и ему одинаково легко взять слова с разных полочек. Здесь все в порядке. Обычно такое переключение происходит в ситуации, когда говорящий уверен, что его поймут, то есть что собеседник знает оба языка. Допустим, я преподаю французский и испанский, и русский, как иностранный. И у меня есть студентка, у нее два родных языка, это английский и французский, и она изучает русский. Вообще мы с ней занимаемся на английском, то есть урок построен на английском, но так как я уже там прихожу, может быть, там уставшая какая-то, да, что-то еще, в этот день поговорила на всех остальных своих языках, я в какой-то момент могу начать мешать английский с французским. Вот, и ей окей, потому что это два родных ее языка, и мы вот так говорим там на смеси из трех, да, по сути. Это нормально, но я никогда такого не делаю, когда я знаю, что у меня собеседник не говорит на французском. Ну, сейчас вы не переходите на другой язык. Вот, да, это происходит подсознательно на самом деле, и я, ну, то есть я и сама пыталась контролировать вот это переключение вот в ситуации уроков с ней, это не получается делать. И я спрашивала у полиглотов, как это делать, они говорят, никак. Хорошо, вы несколько раз сказали про книгу, да, про вашу, она называется «Вавилонская рыбка», правильно понимаю? Поймать «Вавилонскую рыбку», да. Это явно не про рыбалку книга. Нет. Вот тогда, что это за такая, идиома, может быть, что это за выражение, какое отношение к языку это имеет? Да, книжка как раз про нейробиологию изучения языков и про немножко синхронный перевод и автоматический перевод. «Вавилонская рыбка» это персонаж романа писателя Дугласа Адамса, роман называется «Автостопом по галактике», и там это персонаж, маленькая рыбка, такое существо, которое, по сути, выполняет роль вот наушников синхронного перевода, о которых вы говорили. Её можно вставить в ухо, и она будет вам переводить со всех языков речь, на которых вы слышите. Вот, такой универсальный переводчик. И её используют часто как метафору, как раз, когда говорят о переводчиках будущего, да, об автоматических переводчиках будущего, которые, возможно, с нами когда-то будут. Про метафоры, про крылатые выражения, я не знаю, поговорки, как это всё можно в какую-то группу отнести. Это самое сложное в языке? Потому что, сколько, опять же, анекдотов на эту тему, когда пытаются их дословно переводить, получается, ну, чушь полнейшая. Да, это действительно сложно, и очень редко нам пословный перевод выдает что-то осмысленное. Но да, если мы студентами изучаем язык, мы просто должны каждую такую единицу изучать как отдельную единицу, то есть пословицу, поговорку, мы учимся эквивалентом синхронист, и наш спикер внезапно начал пересыпать речь какими-то конструкциями. Ну, мы, во-первых, очень в этот момент его не любим, а во-вторых, мы можем либо это не переводить, либо переводить это не какими-то крылатыми выражениями, а просто передавать их смысл. Мы добрались до вкуснятина, матершинные слова. Как их изучать? Потому что их называть сейчас не надо, но в целом знание языка, ну, не то, что вы там с отбросами общества собираетесь общаться, но люди-то эти словечки вставляют. И насколько в этом плане русский язык богаче, чем остальные? Ну, я бы вообще не считала корректным сравнивать языки по богатству. Английское слово, да, на букву F. Мы во все фильмы слышим, как будто бы оно только там одно, вот, и больше у них нет креатива, и возможно, придумать другие. А у нас же это целая россыпь. В любом языке есть россыпь, поверьте, да, просто, ну, опять же, перевод фильмов и перевод книг это вообще отдельная тема, это отдельный вид перевода, не будем сейчас его затрагивать. Вот, но в целом, да, ценная лексика это часть языка, это нормально, мы ее используем, и наши собеседники ее используют. Изучать ее, ну, опять же, если вот в отрыве, да, открыть список слов в отрыве от контекста и просто учить слово перевод, ну, вы расширите ваш словарный, пассивный словарный запас, но это не значит, что вы сможете использовать в речи эти слова. Обычно, чтобы, ну, если человек на высоком уровне, и ему уже, ну, как бы это можно, да, по уровню языка просто. По пора уже, да? Да, по пора уже. Просто ищем видео, на которых, ну, в сценке из фильмов, опять же, откуда-то еще там, да, видеоносителей, где они там ругаются, конфликт какой-то, вот, и смотрим, прям разбираем выражения так, как они звучат в реально речи. Неужели у нас все так хорошо с переводчиками, но с фильмами не справляются они? Нет, почему с фильмами справляются? Просто перевод фильмов, это отдельный тоже навык, это отдельная индустрия. Там все ограничено не только мастерством переводчика, но еще и типом перевода, потому что, допустим, если мы переводим под субтитры, то субтитры должны быть определенной длины. И если реплика персонажа в переводе, в хорошем, в литературном, не укладывается в эту длину, переводчик обязан ее сократить, обязан передать только основной смысл и что-то выпустить. Если мы переводим фильм под дубляж, то есть чтобы наложили звук на оригинал, то мы еще должны уложить речь на иностранном языке в движение губ актера, чтобы у нас не было, что губы произносят «о», а человек говорит «ы» в нашем переводе. Поэтому, по сути, это все подгоняется просто под тот материал, с которым мы работаем. То есть художественный перевод. Да, это очень художественный, местами вольный перевод. А почему еще про фильмы разоговорили? И название зачастую переводят очень странно. Есть даже слова, которые вроде бы каждый понимает, что вот это слово, не знаю, ярость, а они называют ее «бешеные гонки». Я сейчас открою страшную тайну, название фильмов переводят маркетологи. Переводчики вообще не имеют к этому никакого отношения. Название делается такое, чтобы оно продавало фильм в каждой конкретной стране. Про фильмы интересно. Я знаю, что для некоторых фильмов прям языки специально разрабатывали и работали вот лингвисты про «Игру престолов» сериал, я это помню. А где еще это использовалось? Насколько это такая глубокая проработка? Что значит сделать язык для фильма? Там прям что, все времена, какой-то огромный словарь. Да, очень интересная тема. Вот есть, допустим, фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, где есть народ, который говорит на языке на Ви. И в фильме они, по сути, не так много на нем говорят, но, да, очень серьезно подошли создатели к этому вопросу и язык на Ви был искусственно разработан с лексикой, с грамматикой, со всеми нюансами и на нем можно общаться. Есть люди, которые его изучают как иностранный язык, у них там свое сообщество, они там делают какие-то встречи, конференции, общаются на этом языке, делают доклады, есть форумы, посвященные этому языку. В общем, все очень серьезно, это полноценный язык. Есть моменты, когда делают не то что язык, а какую-то базу. Допустим, есть фильм «Уроки форси», и там один персонаж обучает другого выдуманному языку, который он сходу придумывает под видом того, что это форси. И для этого фильма попросили лингвиста из МГУ сделать список слов для этого языка. То есть там нет грамматики, там нет каких-то правил, есть просто набор лексики, который отталкивается от определенных исходных данных и похож по звучанию на какие-то другие языки. То есть очень разный уровень подготовки, но искусственные языки это очень интересная тема, люди их изучают и говорят о них. Как развить и приучить ребенка к изучению языка? Как его к этому подтолкнуть, стимулировать, ну кроме того, что надо сидеть с ним и заниматься? Ну вот если мы говорим о маленьких детях, то как раз вариант сидеть и заниматься вряд ли приведет к чему-то хорошему, потому что у маленьких детей очень маленький период, в течение которого они могут концентрировать внимание. То есть у трехлетних детей, по-моему, это чуть ли не пять минут. Ну что мы там за пять минут? Да, мы успеем сесть на стул за пять минут. Поэтому такие целенаправленные уроки, они имеют мало смысла в этом возрасте. В этом возрасте, если чисто стимулировать интерес ребенка, можно включать ему мультики на другом языке, какие-то песни, просто подсовывать ему контент на других языках. Или даже книжки давать, вот там русские с буквами, дайте ему английскую с буквами, или там китайские, если хотите, там иероглифы, пусть посмотрит, как на картинке сначала. То есть это может стимулировать просто такой естественный интерес, он будет спрашивать, почему здесь так, почему так, и это работает. У меня у друзей есть маленький ребенок, они ровно так, у них получилось стимулировать его интерес к языкам. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Хотела выпендриться, сказать что-то вроде оригадали в оценке. Просто скажу спасибо. Я ванкл. Это, я думаю, очень интересная тема. И нашим зрителям было любопытно послушать и посмотреть. Спасибо. Спасибо вам.